Отец, мы благодарим тебя. За твое присутствие здесь, на этом месте. Мы здесь ради тебя. Мы все одинаковые люди. Такие разные, такие все-таки похожие друг на друга. Но цель нашей встречи сегодня это встреча с тобой. И мы знаем из твоего слова, что ты являешь себя через своих детей. Боже, мы просим, являй сегодня себя через каждого из нас. Боже, мы знаем, что твой святой дух, он обитает в наших сердцах. И это не потому, что мы заслужили или достигли. Ты достиг нас, и ты сделал нас достойными твоего присутствия. И мы просим сегодня, Господь, прямо сейчас, чтобы ты открывал себя нам, открывался в твоей мудрости, в твоей красоте, в твоей любви, в этой радостной атмосфере семьи сегодня. Потому что мы настоящая твоя семья. Мы твой дом, Господь. И мы призываем твое присутствие, приглашаем тебя. И просим, помоги нам войти в твой покой, войти в твою радость. Боже, пускай наше сердце, оно оживает прямо сейчас. Пускай то, что нужно, чтобы остановилось, оно остановится. То, что нужно, чтобы запустилось, оно запустится. И пускай твой святой Дух, Дух управляет всеми процессами в нашем сердце, в сознании, в нашем разуме, в наших эмоциях, в нашем духе. И также наши тела, пускай будут наполнены твоим миром. И если у кого-то есть усталость, пускай она уйдет. Если есть боль, пускай она прекратится во имя Иисуса. И все, что мешает, пускай будет убрано сейчас. Потому что мы пришли к тебе. Спасибо тебе за это время с тобой и друг с другом. Аминь. Аминь. Ну, это не первая наша встреча. Насколько я помню, это третья наша встреча с вами. И мы уже провели несколько семинаров. То есть, фактически, мы с вами почти уже прожили две недели вместе. Ну так, если в общем говорить, да. Не знаю, как вы, я уже с вами немного сроднился. Уже чувствую себя, как бы, таким близким для вас человеком. Надеюсь, что-то похожее у вас уже тоже появилось. Потому что все-таки мы уже какой-то отрезок прошли вместе. И просто хотелось бы попросить вас о небольшой помощи. Знаете, вот когда ты что-то делаешь хорошо, когда ты сам постоянно в этом участвуешь. Или практикуешь это. Но порой мы забываем. И разница между информацией и практикой где-то теряется. Вот мне хотелось бы, чтобы вы мне помогли практически вспомнить какие-то элементы из наших предыдущих семинаров. Чему вот мы вместе с вами учились. Не просто как теория, да, вот допустим. У нас было два семинара. Напомните, пожалуйста, какой был первый у нас. О чем мы говорили на первом семинаре, когда я приезжал первый раз. Кто-то помнит, кто-то был на этом семинаре? О стратегическом. Таком планировании, да, жизни, служения. Да, ну да, это уже у нас третий. А второй у нас был, напомните, о риторике. Вот, может быть, в двух словах кто-то может поделиться. Что-то как-то повлияло это на вашу жизнь? Что-то вы применили, может быть, в жизни личной, в служении Богу? Как-то это вам помогло или нет? Просто хотелось бы узнать. И как бы самому, может быть, снова вспомнить эти интересные вещи, о которых мы говорили. Кто-то может поделиться из предыдущих семинаров? Пожалуйста, напомни, пожалуйста, как зовут тебя? Оксана. Оксана, да. Спасибо. Когда Бог дает возможность победить страх, говорить перед людьми, то пользуемся этой жизнью. Мы можем этот страх на лопат. То есть, я так понимаю, что второй семинар по риторике, он практически начал как-то, что-то поменял в жизни, да? Ну, например, что изменилось, как ты чувствуешь? Что изменилось? Ну да, вот в твоих возможностях говорить публично, как-то высказывать свои мысли. Ну, кардинально сильно, конечно, я бы не сказала, что такие большие изменения произошли. Но, когда выпадает такая возможность, то я стараюсь помогать место на людей. А по поводу стратегии, там, конечно, очень хороший материал, но его надо очень глубоко применять на практике. Его надо еще прорабатывать. Я просто села и не закончила второй раз. Спасибо. Потому что оно даже применимо в жизни. Ну, естественно. И все равно в служении. Кстати, интересно, что мы, когда мы читаем Библию, особенно притчи, мы видим, что Божья мудрость, она неотделима от жизни. То есть, это не просто, что есть как бы жизнь, а есть служение. То есть, служение – это и есть жизнь. И эти истины, они работают везде. Хорошо. Спасибо, Оксана. Может быть, кто-то еще? Да, пожалуйста. Я применяю способ тратегии с людьми, которые приехали на Библию Сидорай, и не ходят теперь на служение. Например, как ты его применяешь? Ну, я сговорю, мы так делаем встречи наши, очень семейные. Ну, если тему как-то затрапывают, то я стараюсь определять середину и конец давать, чтобы у них уже наладились отношения семейные, потому что она еврейка, а он не еврей. И это были серьезные проблемы. Мы даже начали смотреть общие активные, мы смотрели христианские, комнаты войны. А то сильно было-то разрядом, приходит на служение. Интересно. Ну, спасешься ты, спасется дом. Так же, с кого-то все начинается. Да, Оксана. Можно добавить? Да, пожалуйста. Я просто вспомнила, что это вы давали этот материал. Моя мама учится в заочной школе Дерека Принца, и там одно условие, надо написать сочинение. И вот мы вчера с ней сидели, пробовали писать, и я ей рассказывала, какие бывают и депутаты, подачи информации. Канатоходец, альпинист, да, дерево. И какое вы выбрали? Мы выбрали паровоз. Паровоз, да. Поезд. Да, я понял, да. Да, был там и поезд, там и пила у нас была, по-моему. Я сейчас тоже вспоминаю. Отлично. Слава Богу, я очень рад, что вы этим пользуетесь. Может быть, кто-то еще, пожалуйста, как вас зовут? Татьяна. Я помню вас, вы были на этих семинарах. Что вам? Я не помню, мы были, получается. Да, да. Ну, наверное, тоже где-то применяется в жизни, когда ты понимаешь, что то, что ты хочешь донести, ты ставишь цель. И уже к этому идешь. Донести не просто так расплывчато, как дерево, а вот строишь как-то свое... То есть перед началом выступления надо первое это определиться с целью, что я хочу сказать. Да, прекрасно. Вот это я. Отлично. Молодая девушка, вас как зовут, напомните. Простите, прошу прощения, я очень плохо запоминаю имена. Это недостаток, с которым надо работать. Адам. Адам. Я тоже начала применять вот это, перебороть страх, конечно, перед публикой, перед людьми. Потом стратегии, конечно, тоже уже знания, как надо... Например. Ну, по ситуации. Вот начала обратить внимание на других людей, которые вот тоже ораторы и всякие такие... и давать, ну, смотреть, на какой уровень они... И, может быть, и другим давать советы, как надо делать, потому что я уже учила это, я тоже стараюсь применять. Ну, основное, что ты применяешь? Ну, например, там... Жестикуляция, например. Интонация? Интонация, да. Про движения, резкие, медленные... Контрастные раздражители, да? Еще что... Ну, как бы вот эти... То есть что-то практически уже применяется, да? И становится частью, как бы, твоего характера, их навыков твоих, да? Да, да, да. И вижу других тоже, уже понимая вот это, уже знаю. Узнаешь это, что... Узнаешь, да. Этим пользуются многие, да? Да, да, да. Отлично. Хорошо. Мужчины, вы, может быть, что-то скажете? Хорошо. Почему... Ну, для меня очень важно знать, что... Ну, это на вашу жизнь повлияло. Это, ну, как бы, очень ободряет. Но даже если бы вы сказали, что, да, Эдвин, ничего мы не поняли, я бы... Я внутри бы с вами не согласился, потому что я знаю, что не всегда информация сразу дает результаты, да? Перемещение из головы в сердце порой происходит достаточно долго, да? Когда из знаний оно становится частью твоего характера, да? Как бы, это пережитое уже на опыте. Но я знаю точно, что не бывает напрасным ничего. И в любом случае это все на вас повлияло. И почему я об этом заговорил перед тем, как мы приступим? Потому что то, о чем мы будем говорить на протяжении этой всей недели, очень сильно окажет влияние на вашу жизнь. И это вашу жизнь реально изменит. И изменит к лучшему. Знаете, и, ну... Решим ли мы все это за эти четыре встречи? Конечно же, нет. Я даже не рассчитываю, что нам с вами удастся разобраться с этим вопросом, который мы сегодня затронем. И будем работать с ним всю неделю практически. Я ожидаю только то, что это подтолкнет вас к поиску понимания и решения этой проблемы. Потому что проблема достаточно серьезная. И от умения решать эту проблему зависит практически, не знаю, ну, огромное количество нашей жизни. Вы знаете, да, тему нашего сегодняшнего семинара? Темой нашего сегодняшнего семинара и всей этой недели это будет конфликт. То есть мы будем говорить о таком явлении, как конфликт. Понятно, мы будем учиться не конфликтовать. Нас этому учить не надо. Мы это умеем. Мы будем учиться избегать конфликтов. И если вдруг не удалось избежать, выходить из конфликта с наименьшей потерей. А проблема конфликта, ребята, она настолько насущна, что конфликты – это явления, с которыми мы встречаемся фактически каждый день. В большей или меньшей мере. Не бывает даже ни одного дня, то есть если быть честным с тобой, что мы не были атакованы этим явлением. Я не говорю, что мы конфликтуем каждый день. Но конфликт стучится к нам в сердце каждый день. Фактически, если быть честным с собой и заглядывать в свое сердце, быть внимательным с тем, что там происходит, конфликт пытается коснуться нас, наверное, ну, не знаю, с какой периодичностью. Во всем. Пытается вторгнуться в наше сердце. И у него одна цель. Украсть у нас мир. Украсть у нас радость. Что-то испортить. Что-то сделать неприятным для нас. И с этим нам нужно научиться разбираться. Поэтому у нас вот такая будет тема. Кому интересно, кто понимает, что это важно. Знаете, я осознавал важность темы конфликта уже много лет. Но никак не доходили, так говорится, руки с этим разобраться. Особенно в сфере служения, если вы служитель церкви или общины, знаете, вы должны быть готовы встречаться с конфликтами еще больше. Потому что к вам будут стучаться не только ваши конфликты, а конфликты других людей. Потому что, как говорится, як тревога, так и до Бога. В основном человек делает шаг к Богу, когда в его жизни появляется проблема. И с этой проблемой он приходит в общину, он приходит к служителю, он приходит к раввину или к лидеру домашней ячейки. Он приходит к служителю и он приносит свою проблему. И мы должны помочь ему решить эту проблему. И в основном эти проблемы, они в двух плоскостях. Это конфликт с Богом и, как следствие, конфликт с человеком. Потому что все проблемы людей, они по-хватитски делятся, у них есть корень. Либо это конфликт с Богом, либо это конфликт с человеком. Хотя эти две проблемы, они абсолютно взаимозаменяемы. Конфликт с человеком, потому что конфликт с Богом. И не бывает так, что у тебя конфликт с Богом, но нет конфликта с людьми. Это очень похожие две вещи, как возлюбить Бога и возлюбить ближнего, так и конфликт с человеком всегда отражается на конфликт с Богом и наоборот. И это очень часто в нашей жизни происходит. Но прежде чем мы уже приступим к самому вопросу конфликтов, хотелось бы задать такой вопрос. Как вы думаете, что такое вообще конфликт? Что это? Немножко громче, чтобы было слышно. Ситуация через два или больше людей, столкновение мнений. То есть столкновение мнений это конфликт? Хорошо. Допустим, смотри. Нормально, что у нас с тобой разные мнения или нет? Должны ли мы быть одинаковыми? Конечно, нет. Тебе нравится эта колонка? Я восхищаюсь. Я говорю, какая прекрасная колонка? Ты говоришь, не очень. Это конфликт? Эмоциональное отстаивание своей позиции. Хорошо. Допустим, я говорю, да посмотри, она прекрасна. Ты говоришь, это мне она вообще не нравится. Там какая-то форма у нее нет. Я говорю, да прекрасная форма. Нежелание согласиться с мнением другого. Смотрите, мы можем так поговорить с ней минут пять и остаться каждый при своем мнении. Это не повод. Это может быть бесконфликтным. Правильно? Может быть бесконфликтным. Даже если мы в какой-то мере настаиваем, то есть это все равно мы можем пять минут поговорить, мы можем подискутировать на тему колонок. Я могу обосновать, почему я считаю прекрасным. Ты можешь сказать, почему ты считаешь не очень. Мы можем прекрасно провести время, обогатиться друг с другом общением без конфликта. Хотя мы отстаивали каждый свою точку зрения. Правда? Что же тогда конфликт? Я думаю, что конфликт это проявление гордости, когда один человек пытается навязать свое мнение независимо, оно правильно или нет второму человеку. То есть сам конфликт появляется, когда не просто противоречие есть, а есть навязывание. Когда тебе навязывают, когда тебе пытаются доказать, и не важно, это правильное мнение или нет. Тебе его навязывают. Вот это есть конфликт. Ага, так это гордость того, кто навязывает, или гордость того, кому навязывают? В любом случае, да? В любом случае гордость может послужить поводом для конфликта. Хорошо, спасибо. Еще какие мнения? Ситуация, вот эта же ситуация, перерошена в ссору. Переходящая в ссору. Хорошо, а как понять, что эта ситуация, она перешла в ссору? Как мы можем понять, что вот это просто люди разговаривают, а это уже ссорятся люди? Переходящие на повышенные, на эмоциональные какие-то... Когда разрываются дружеские отношения. Ага, когда рвутся определенные отношения. Да, я хочу, чтобы мы обратили внимание, я не помню, Ада, ты сказал, да? Насчет, еще раз, повтори, что ты сказал. Когда это не просто люди обмениваются мнением, да? А в ихнем разговоре появляются некие эмоции. Но эти эмоции нехорошие, да? Допустим, появляется чувство гордыни. Что ты мне рассказываешь? Кто тут разбирается в колонках, я или ты, да? Внутри у человека, да? На самом деле, смотрите, вот это то, что я озвучиваю, это мысли. Но они в моей голове запустились некоторым чувством, может быть, оскорбленности, да? То есть, какое-то злое чувство, когда оно появляется внутри человека, оно ситуацию делает конфликтной. Вы понимаете сейчас меня? Да. Оксана, да? Да. То есть, говорили, говорили, но тут вдруг я затронул что-то. Как зовут тебя? Дима. Что у Димы вызвало негативную эмоцию. Негативную эмоцию. Обиду, разочарование, задело его самолюбие. И вот эта негативная эмоция сразу нашему разговору придала совсем другую окраску. И мы минуту назад мило обсуждали эту колонку, но тут я слышу в голосе Димы появляется какая-то горькая нотка. Так же? Так что же все-таки в основе конфликта лежит? Разность мнений, желание доказать что-то. Нормально ли, если я хочу все-таки доказать Диме, что колонка хорошая и убедить его, что она хорошая? Это нормально или ненормально? Это нормально. Если действительно Дима хочет купить, а я знаю, что это классная колонка, я убеждаю, как бы я пытаюсь доказать ему, убедить. Какие инструменты я буду применять? Это да. Как Дима отреагирует на мое желание убедить? Вот это другой вопрос. Так же? Что происходит внутри? Знаете, когда люди пытаются изучать вопрос конфликта, они все время ищут причину. Есть наука вообще, конфликтология, она достаточно молодая. Как бы, скажем, ей, наверное, середина 20 века, когда она начала рассматриваться как наука. Так она и называется, конфликтология. То есть, люди начали пытаться понять, как рождается конфликт, как он развивается, какие формы он приобретает. Об этом есть даже научные труды. Есть учебники в высших учебных заведениях, где изучается конфликтология. Но по листу вы эти учебники, вы просто запутаетесь в этих дебрях, разветвлений всяких групп конфликтов, причин конфликтов, связей конфликтов. Вяло текущие, быстро текущие, прогрессивные, регрессивные, вовлеченные, межличностные, групповые. Просто, если вы начнете это читать, вы поймете, что вам просто даже разобраться с конфликтом сложно, потому что этих конфликтов вокруг нас столько, чтобы так сесть и с каждым конфликтом разобраться, почему он произошел, кто был инициатором, кто пассивную роль исполняет, кто активную, кто в какой стадии конфликта. Есть такая профессия, конфликтолог. Ему надо в этом всем разобраться, особенно, если это коллектив, и там происходят конфликты. То есть, получается, люди пытаются понять причину конфликта, выяснить, откуда она появляется, как она развивается, но они ищут это все вне человека. Допустим, причина конфликта в этой группе, не знаю, плохое внимание к этим людям. Ну, к примеру, да, допустим, некомфортно, и люди из этого поругались. Так люди, бывает, ругаются и в абсолютно комфортных ситуациях, так же. И причина конфликта в неудовлетворенность, потому что мало платят денег. Неужели нет конфликтов в компаниях, где денег платят много? Может быть, там даже еще и больше конфликтов, так же. Получается, причину конфликта всегда ищут как бы вне человека, а причина конфликта не вне него. Причина конфликта внутри самого человека. И вот эта причина, как раз, она является корнем. И что же это такое? Что же зарождает в нас конфликт? Естественно, гордыня, гордыня, это корень всех наших проблем. Это по описанию, абсолютно справедливо. Но если мы сейчас говорим, да, вот, когда конфликт зарождается, в основе конфликта лежит что-то, какое-то нехорошее внутреннее ощущение, да. Такой, если можем назвать, такой, как чертик внутри появился, так же. Вот было нормально, нормально, а потом он, опа, и появился. Это может быть обида, не знаю, отверженность, что угодно, так же. Но вот когда вот он появился внутри, выскочил, грубо говоря, из какой-то коробки, все вот эту, он начинает делать нашу ситуацию конфликтной. В основе конфликта всегда лежит какая-то негативная эмоция. И если негативной эмоции нету, нету никакого конфликта. Мы мило беседуем, обсуждаем что-то так же, делимся мнениями, пока у кого-то не появляется эта негативная злая эмоция. Вот, 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 мир это же ощущение, ребят. Так же? Это ощущение гармонии внутри собой, гармонии с окружающим миром, гармонии, в первую очередь, с Богом. А потом хлопья, оно потеряно. Ну, если вы проанализируете ситуацию, допустим, сегодня мы с Алисой ехали в маршрутном такси. Я Одессу практически не знаю. Саша попросил меня сесть в маршрутку, которая высадит нас, которая едет на привоз и высадит нас вот на улице какой-то там, на греческой, наверное, да. Мы сели в эту маршрутку, мы долго ее ждали. Мы приехали, я подъезжаю, говорю, высадите. А мне водитель говорит, да нет, мы не высадим. Потому что машина едет в объезд. Я пытаюсь объяснить, ребята, ну, я не знаю Одессы, подскажите. Он начинает на меня немножко наезжать и раздражаться. И я понимаю, что он, как бы, ему не нравится то, что я, как бы, прошу у него, да, чтобы он... Хотя мы сидели там, ждали в маршрутке, и маршрутка уже была полная, а водителю еще, наверное, надо было что-то кому-то привезти в Одессу, и он отъехал от вокзала, еще стоял минут 10. Мы просто, представьте, полная маршрутка людей. Мы сидим, ждем, пока кто-то принесет что-то, что нужно кому-то завести, да. И тоже, знаете, чертик пытается из табакерки выскочить и сказать, когда мы поедем, тра-та-та-та-та-та. Но пока ты не впускаешь это в себя, да, не принимаешь это негативное чувство, ты удерживаешь себя на плаву. Но только тебе стоит это внутри себя впустить чувство негодования. Допустим, я про себя сижу и думаю, я, значит, там сидел, ждал тебя, пока ты свои будешь грузить там какие-то железяки, а ты мне не можешь почти объяснить, как мне дыхать. Я не знаю, что это за чувство. Обида, не знаю, гордыня, что угодно, так же. Но как я начинаю понимать, что оно начинает входить в меня, оно начинает мной овладевать. Внутри меня меняется состояние, так же. Состояние меняется, я чувствую, оно меняется. И здесь уже я принимаю решение. Позволить мне этому происходить? Если я этому позволю, если я впущу в себя эту горечь, если я приму этот негатив, так же, это не значит, что я взорвусь сразу и начну кричать на всю маршрутку, на этого водителя, нет. Но эта горечь во мне может осесть. Потом она рано или поздно даст о себе знать. И мы поговорим о таких ситуациях, когда внутри нас выстреливают что-то, что лежало внутри нас годами. И под этот обстрел попадают люди, которые вообще никогда нам этих проблем не причиняли. Но мы в них стреляем чем-то, что заложилось в нас, может быть, год назад. Что мы удерживали в себе, накапливали. Этот негатив, вот это напряжение внутреннее. А потом просто взяли и выстрелили. Так же? Я это впринял. Я это впустил. И идея, которую я вам предложу сегодня, это не будет бесконечный перечень видов этих конфликтов. Я предложу вам идею, как попытаться защитить свое сердце от вот этого негатива, от этого зла, прямо так назовем его. То есть, если мне удастся свое сердце защитить, это зло в себя не впустить, я смогу избежать конфликта в данной ситуации или в будущем. Если я пропущу это, то я войду в этот конфликт. Кстати, ученые увидели, что конфликты бывают в основном двух видов. Это внутренние и внешние конфликты. И внутренние конфликты намного страшнее, чем конфликты внешние. Почему? Потому что конфликт это по-любому некий выброс. И выброс чего-то нехорошего. Если вы вспомните конфликты. Кстати, в мире существует такая, как бы, аксиома, народная мудрость, что ли, или как ее можно назвать. В споре рождается истина. Слыхали, да? Кто-то пользовался когда-то таким высказыванием, что в споре рождается истина, да? Мне больше нравится другое высказывание. Другой человек сказал, я отвергаю споры. В них ничего не рождается. На самом деле, если быть до конца честными и увидеть, спор, на самом деле, в итоге, ну, он не рождает истину. Потому что он сам по себе, это спор, это конфликт, это конфронтация, это, знаете, переброска мнений. Но это по-любому происходит в закрытом, в таком человеческом сердце, да? Люди ничем не обмениваются. Они просто пытаются что-то друг другу доказать, и в итоге все равно остаются при своем мнении. Здравствуйте, рады вас видеть. Поэтому, вот, состояние конфликта, как мы говорили, да, оно бывает внутренним. Когда вот эта бомба, она не взрывается снаружи. В основном, кстати, вот таким внутренним конфликтам больше мужчины подвержены. То есть, женщины, они больше способны выплеснуть это, им легче это выплескивать эмоционально. Женщина может заплакать, женщина может немножечко поистерить. Ну, обычная женщина, нормальная, да? То есть, это допустимо. То есть, этот конфликт, этот негатив, который у нее появился. Ну, я буду использовать слово энергия, но поймите это в правильном смысле. Я не имею в виду какие-то там энергии, да, но вот этот негатив, который появился, вот это зло, да, что-то неправильное, обида, еще что-то, она просто выплеснулась. И, ну, скажем, я, отец, у меня три дочери, жена у меня еще есть. И бывает, как бы, я понимаю, что может что-то выплеснуться. И я в это время стараюсь не обижаться, стараюсь отнестись с пониманием. Это хорошо, что оно выплеснулось. Хуже, если оно остается. Мужчины, они редко конфликт выпускают изнутри себя. И ни для кого не секрет, и живут на 20 практически лет меньше. Потому что бомба все время взрывается внутри. И она ранит изнутри. Она человека изнутри опустошает. Поэтому, кстати, мы об этом будем говорить уже в нашей второй части, что если конфликт появился, что делать, чтобы его правильно решить? Это желательно, конечно, конфликт в себе не удерживать, но грамотно, мудро попытаться его решить. То есть, если он появился внутри, если он уже появился, то есть не надо его прятать, не надо его сжимать, не надо его заглатывать. Знаете, вот надо попробовать все-таки тогда уже с ним разобраться. Если нужно поговорить с человеком, если нужно выяснить, чтобы его не носить внутри. А бывает мы носим, 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 носим. Знаете, вот хороший пример, наверное, в этом случае, когда человек что-то ест, допустим, ему попалась какая-то конфета. Вот он открывает ее, ложит в рот, ожидает, что она будет сладкой, а она оказалась страшно горькой. Ну, представьте, что может такое произойти. Когда человек, ему попадает что-то неприятное, невкусное, горькое, допустим, у него есть всегда два пути. Что он может сделать? Человек может выплюнуть или может проглотить. Так же? То есть, если ты успел это выплюнуть, это более правильно. Выплюнуть, ты потом можешь прополоснуть рот, да, и как-то немножко еще будет во рту привкус горького. Но постепенно он исчезнет. Можно проглотить быстренько, запить, прополоскать рот, и как будто бы уже все, оно исчезло. Но в том случае оно осталось снаружи, в втором случае оно осталось внутри. А потом еще проглотил, а потом еще, еще, а потом вдруг, и мы говорим, откуда оно взялось, где оно взялось, так же? Вот оно появилось, по чуть-чуть, накопилось, 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 и потом взрывается. Значит, давайте подведем маленький итог. Мы говорили о том, что конфликтом любую ситуацию делает не противоречие мнений, не противоположность взглядов. Это нормально, что мы разные люди, мыслим по-разному, открыто делимся своим мнением, даже в хорошем смысле пытаемся убедить друг друга в своей правоте. Это нормально, в этом нет ничего плохого. Так же? Если нами не движет какое-то внутреннее злое, нехорошее чувство. Допустим, я могу Диме, да, Дима, я могу Диме пытаться что-то доказывать об этой же колонке, думая про себя. Что ты мне можешь рассказывать? Я с этими колонками всю жизнь проработал, ты мне рассказываешь. Да нет, Дима, это классная колонка, я тебе говорю, да? Но Дима чувствует, что я на него наезжаю. А почему он это чувствует? Потому что я и правда наезжаю. А почему я наезжаю? Да потому что он меня задел. Я профессионал, он без году неделя вообще в электронике не шарит. Вообще вот пустое место. Я эксперт, и он мне доказывает, что это плохая колонка. Молоко на губах еще не обсохло, а он мне будет доказывать. Это я про себя говорю, так же? Я здесь этого не говорю, я могу улыбаться, но Дима чувствует, я его давлю. А почему? Потому что внутри меня уже запустилась машина. Так же? Вы знаете, к сожалению, бывает эта машина запускает нас и в убеждениях, что Бог любит нас. Так же? Понимаете, да? То есть мы бывает даже хорошей цели пытаемся достичь с не совсем правильным состоянием себя. Потому что внутри что-то не то. Вот поймать себя на этом не то и успеть остановиться, суметь разобраться, что же не то. Потому что я же чувствую, что что-то поменялось. Стало как-то не так, да? Потерялся мир, какое-то напряжение произошло. Кстати, интересный момент тоже. Вот мы недавно вспоминали у нас в церкви перед хлебопреломлением. Там была возможность сказать несколько слов. И, скажем, ну, перед хлебопреломлением, естественно, используется послание к Коринфянам, где говорится, что мы должны рассуждать о теле Господнем. Но немножко выше, удивительный момент. Кстати, я раньше замечал, но не обращал внимания. Павел говорит церкви в Коринфе, что вы собираетесь, и эти встречи, которые, буквально другой перевод, более современный, встречи, которые должны приносить вам благо, приносят вам проблемы, потому что вы собираетесь неправильно. Представьте, Павел говорит церкви, что они собираются, собираются в церковь, но это приносит им проблемы вместо пользы. Давайте мы найдем, наверное, этот текст. Сейчас, секундочку. Да, это одиннадцатая глава. Первое послание к Коринфянам. Вот, семнадцатого стиха. «Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее». Ну, это синодальный текст. Я приведу вам пример с другими вариантами переводов этого текста. То есть, Павел говорит, я не хвалю вас, потому что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Вот, допустим, Библия Кулакова. «Давай я вам эти указания скажу о том, чего не одобряю. Ваши собрания скорее во вред вам, чем в пользу». Представьте, апостол Павел говорит верующим, что их собрание больше им на вред, чем на пользу. Было ли у вас когда-то в вашей жизни такая ситуация, что вы пришли на служение, пускай домашние группы, или даже служение церкви, да? И после служения у вас было худшее состояние, чем до служения. Потому что у меня были такие моменты. И Павел потом объясняет, почему это могло произойти. Как это? Это не должно быть такого. Это неправильно. Это какой-то неправильный феномен. Не должно быть. Потому что наша встреча с Богом и друг с другом должна менять наше состояние к лучшему. Но Павел говорит, что порой вы собираетесь так, что вам хуже от этих встреч, чем лучше. И он говорит потом о двух проблемах. Первое. Он говорит, что между вами бывают разногласия. То есть фактически между вами возникают споры. Он говорит, что между вами должно быть разномыслие. Это нормально. Это допустимо Богом. Что мы по-разному понимаем вещи. Но когда эти разные понимания вещей становятся основой споров, мы портим все. Мгновенно. А ребята, а поспорить можно о чем угодно. Можно поспорить вообще о пустяке. Да? Вот почему? Потому что ты вроде начал говорить о чем-то хорошем. Даже о Боге. Не знаю. Бывало ли у вас такое, что вы с кем-то начинаете говорить о Боге, допустим, о том, что Иисус сошел с небес так прекрасно. А человек вам говорит, ну да, и не просто так он сошел, а он сошел еще, чтобы жертву принести. Вы говорите, так я же это имел в виду. Я же именно об этом хотел сказать. Ну да, но я хотел бы дополнить. Было ли у вас такое? Вы вроде говорите о Боге, и вы говорите правильные вещи, но в разговоре что-то не так, вам неприятно. Было ли такое? И как-то странно происходит, да? Мы говорим о Боге, мы делимся как бы своими мыслями, но чем больше ты делишься, тем как-то неприятнее становится. Как будто мы начинаем друг другу что-то доказывать. А потом мы говорим, да мы же об одном и том же говорим, да? А все равно что-то не клеится. Такой как бы нездоровый феномен, бывает он происходит, правда? Почему? Потому что мотив внутри нас что-то не так. И даже правильные какие-то вещи мы начинаем говорить в каком-то не том состоянии, что оно искажается. Насколько сильно влияет на то, что мы делаем, то, что у нас внутри происходит. Вот понять это, что же там происходит. Почему даже в таких случаях, как Бог, как его жертва, да? Потому что, извините, между верующими порой больше споров, чем между язычниками. Что и смущает этот мир. Он говорит, да вы между собой сначала разберитесь, кто из вас прав. Потому что вы друг другу готовы, не знаю, глаза по выцарапывать. За правду. За истину. Что не так? Почему это происходит? Что происходит с нами? Вот это мы и должны попытаться с вами понять. Почему даже такое место, как церковь, и такие встречи, как причастие. Потому что Павел говорит о причастии. Во-первых, вы собираетесь и вы споритесь. Во-вторых, каждый из вас побыстрее хочет съесть свою еду. То есть, ваша цель прийти и поесть, а не прийти и покормить. Так же? И потом вы удивляетесь. Почему мне, я вроде пошел и был в общении, а мне от этого еще хуже и не хочется ходить. Так же? Потому что нес больше свое мнение. Так же? Ну, эгоизм, конечно, и прочие-прочие вещи. Но это происходит, к сожалению. Так же? И это явление, к сожалению, достаточно распространенное. И я сам не раз попадал в этот капкан. И вот мне хотелось бы разобраться. И как я говорил в начале, по вопросу о конфликтах я давно думал. И потому что я понимаю, что в служении очень важно, чтобы мы понимали, как это работает. Потому что нам постоянно приходится работать не только со своими конфликтами, а еще с конфликтами других людей. На нас это все порой выливается. И, знаете, и приходится со всем этим разбираться и во все это вникать. Но как-то не доходили руки что-то сесть как-то и с этим разобраться. Но последние несколько, может, наверное, последний год в моей жизни начали появляться ряд серьезных конфликтов. Причем с людьми, с которыми у меня вроде всегда было все нормально. Я начал замечать, что я попадаю в такие конфликты, которые появляются, в принципе, особо беспричинно. И они очень сильно негативно влияют на мою жизнь и на мои отношения с людьми. Я понял, что у меня проблема в этой сфере. Понимаете, да? Можно ли сказать, что я конфликтный, что я какой-то психованный? Да, нет, Алиса, да? Но я начал замечать, что внутри меня начинают происходить некоторые вещи, которые мне не нравятся. И то, о чем мы сейчас говорим и будем говорить, это не то, что я рассказываю о ком-то. Я рассказываю это о себе. И те инструменты, которыми я поделюсь, это то, чем я стараюсь научиться пользоваться сейчас в своей собственной жизни. И я понимаю, что если я с этим разберусь и эти инструменты я буду как бы постоянно практиковать, вот только тогда моя жизнь, она изменится. И мне нужно будет научиться защищать свое сердце, научиться выходить из конфликта вовремя, если это уже началось. Если нужно выйти, нужно поговорить, как правильно поговорить, как разрулить ситуацию. Вот это то, над чем я сейчас работаю и то, над чем мы будем работать с вами в течение наших четырех этих встреч. В основу этого семинара легло несколько книг. Во-первых, всем вам рекомендую книгу Тома Маршала «Правильные взаимоотношения». Он тоже там пишет о конфликте. Известный христианский служитель Том Маршал «Правильные взаимоотношения». Он говорит о многих вещах, в частности и о конфликте. Эта книга не о конфликте, а о взаимоотношениях. Но достаточно хорошая, ее можно использовать как учебник. Достаточно полезная. Читали когда-нибудь Тома Маршала кто-нибудь? Достаточно серьезная. Вот для меня он, если мы говорим о библейских учителях, то есть Дерек Принц, конечно, это уникальная личность. Том Маршал для меня похож на Дерека Принца. Единственное, что он пишет чуть-чуть сложнее. Дерек Принц очень просто пишет. У него очень емкие, но очень простые. Маршал немножко сложновато пишет, но достаточно понятно. Он не использует сложную терминологию, как, допустим, уже если вы изучаете конфликт или что-то еще, как науку. Там просто терминология достаточно сложная. Маршал пишет понятно, но достаточно тоже глубоко и емко. Также я использовал книгу, которую написали два автора. Это Генри Клауд и Джон... Сейчас, секундочку. Забываем всегда этих двух авторов. Известная книга, она есть в христианских магазинах. Генри Клауд и Джон Таусенд. Эта книга называется «Искусство трудного разговора». Кто-то видел, может быть, или что-то читал? Она так и называется «Искусство трудного разговора». Почему я говорю вам о материалах? Потому что после семинара я вам рекомендую самим еще почитать это. Потому что материала очень много. И я постарался взять самые такие важные вещи, на мой взгляд. Практически то, что я вижу, что они работают сразу практически. Им и можно пользоваться. Но поверьте, нельзя разобраться с предметом просто за четыре встречи. И если вам нужно будет разобраться лично, я вам советую почитать эти книги. И также я пользовался материалом с видеосеминара Алексея Князева. Он не является христианином. Если два первых автора – это реально христиане, служители церкви, то Князев Алексей – это просто, скажем, серьезный человек. Он эксперт в области психологии и конфликтологии, в частности. Интересный человек, он сам с России, куча у него титулов разных. Семинар называется «Альтернативная конфликтология». Достаточно интересный, но его надо правильно отфильтровывать. Но некоторые идеи, которые он предлагает в этом семинаре, они очень интересны и очень практичны. Допустим, идею о негативной эмоции, которая основывается основой конфликта – это идея из его семинара. «Искусство трудного разговора» – это будет вторая часть нашего семинара. Там больше уже политика построения диалога, если нужно поговорить. А конфликт никак нельзя решить, не поговорив с человеком. И вот эти два брата, верующие, психологи христианские, они помогают нам понять. Потому что, поверьте, когда я начал читать эту книгу, я понял, какой я безграмотный в этом вопросе. И, знаете, когда ты уже с чем-то начал разбираться, и ты наблюдаешь за другими людьми, я понимаю, какие мы все безграмотные в этой области. Как мы не умеем правильно поговорить. И порой, знаете, ты вроде хочешь поговорить, чтобы выяснить что-то в хорошем смысле, а уходишь еще более израненный и думаешь, и зачем я вообще это затеял. И сколько огромное количество мы ошибок допускаем, хотя все это можно построить совсем по-другому. И разговор будет хорошим, и решится хорошо. Но просто нужно думать. Нельзя просто брать и ляпать языком, что попало. Извините за такое сравнение. То есть нужно думать, как говорить, что сказать, как сказать, когда. Но с этим можно разобраться, но это нужно в себе носить. А нам нужно будет этим пользоваться, потому что конфликты будут нас преследовать в нашей личной жизни. Конфликтами нам придется сталкиваться в своем служении. И хочу обратить внимание, и у нас будет перерыв. Библия говорит о том, что беззаконие будет становиться все больше и больше. Люди будут становиться злее. Люди будут становиться более эгоистичными. То есть если нам сегодня тяжело переносить людей, и конфликты нас встречают на каждом шагу, так же? На пустом месте мы можем попасть в конфликтную ситуацию. Даже не нами спровоцированную. Но мы попадаем в нее. Нас задевают, так же? Не так посмотрели, не так сказали, так же? Продавец не так посмотрел. Водитель маршрутки не так что-то сделал. То есть нас провоцируют. Вот, поверьте, таких провокаций с каждым днем будет все больше, больше и больше. И на что это будет влиять? Библия говорится, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Потому что когда ты попал в конфликт, никакой любви. Речи нет. Главное не прибить бы. Так же? Мы не говорим уже о любви. Так же? И не ценим это сквозь зубы. Чтоб ты был благословен. Так же? То есть мы понимаем, что все, оно у нас попало. Этих атак будет становиться все больше, больше и больше. И нам нужно научиться преодолевать это, не впускать это. Или если уже даже попали мы, вляпались, мудро, с минимальными потерями, выйти из конфликтной ситуации. Хорошо, у нас перерыв.